Ура! Я уезжаю в Москву. Улетаю, вернее. Светская львица и блогер Юлия Калачева собирают чемодан перед полетом. Путешествует она почти всегда налегке. Пара обуви, несколько вариантов одежды, плойка для волос и кое-что девушка докупят уже в аэропорту. Это алкоголь. К сожалению, да, я веду здоровый образ жизни, я абсолютно не выпиваю. Но так как я очень боюсь летать, у меня просто вот так вот начинается мандраж перед полетом, то я в аэропорту покупаю виски. Никакого там вот этого такого вот опьянения нет, но я сразу же моментально успокаиваюсь, мне становится хорошо и в принципе мне вообще трын трава. Летать Юля боится, но научилась контролировать свои эмоции, поэтому путешествует в последнее время часто. В списке ее поездок больше 40 стран, но говорит до сих пор заведует тем, кто самолетов не боится совсем. Я с удовольствием летаю и вообще любые фобии, я считаю, нужно преодолевать в жизни. Даже в принципе, если кто-то боится, может это так по-религиозному будет звучать, но в принципе, что случится, то случится, бояться нечего. Вопрос привычки, когда часто летаешь уже не страшно. Конечно, есть разница сутки в поезде, либо полтора часа, конечно, это комфортно. Из международного аэропорта «Гагарин» каждый день улетает тысячи пассажиров. Но если для кого-то подняться на трап – дело привычное, кто-то даже не пытается скрыть волнение. Бортпроводники рассказывают, чаще всего это мужчины, и в воздухе к ним нужен особый подход. Кто-то судорожно, руки трясутся, потеть, волосы теребить, они начинают как-то более суетиться. Кто-то подходит и признается в этом, и просит, чтобы можно мы с вами посидим в течение всего полета, можно с нами поговорить, успокоиться. Разговариваем, с мужчинам говорим, смотрите на красивых стюардесс. При необходимости могут предложить и успокоительное. Валерьянка в аптечке есть всегда. А вот алкоголики паш наоборот не советуют. Из-за опьянения человеку на высоте может стать плохо. Такого же мнения придерживаются и психологи. Считают, что важно не заглушить свой страх, а устранить его причины. Боятся люди чаще всего не самого полета, а потери контроля над ситуацией. Здесь очень важно научить человека, это как бы обучающий процесс, совладать со своим состоянием. То есть ты больше как бы не контролируешь внешнее, ты там в голове не сканируешь, а все ли детали привинчены к самолету, или там все ли в порядке. А ты работаешь концентрированно на себе, ты расслабляешься, ты принимаешь то, что ты не контролируешь. Ты что-то бессилен, все-то уже сел в эту машину воздушную, все-то уже сел. То есть и задача какая стоит? Перепоручить пилотам. Все. Психологи говорят, справиться с тревогой помогают и специальные упражнения. Можно заранее прожить полет, в котором будет успешный взлет и посадка. А лучше вообще приехать в аэропорт за несколько часов до рейса и полюбоваться самолетами из окна терминала. Красивые виды тоже сделают свое дело. Да и настоящих аэрофобов на самом деле единицы. Остальные, по словам специалистов, просто не вошли во вкус. Жанна Марченко, Роман Шильдяев, Александр Кравченко, Саратов, 24.